Здравствуйте, уважаемые посетители фестиваля «Как люди!». Мы снова в эфире. Наш фестиваль продолжается. Меня зовут Евгения Хелькевич. Я представитель оргкомитета фестиваля «Люди как люди» и социальный педагог Федерального ресурсного центра по сопровождению детей с аутизмом. Очень рада видеть тех, кто был вчера. Приветствую тех, кто к нам присоединился сегодня. Вчера мы говорили об образовании и обучении детей с аутизмом. Сегодня наша секция посвящена всем тем, что находится за рамками непосредственно образовательного процесса, но что составляет очень важную часть в жизни любого человека, в том числе и человека с аутизмом. Мы будем говорить о социокультурной интеграции, мы будем говорить о творческой реабилитации, о дополнительном образовании, о роли спорта в жизни ребенка и взрослого с особенностями развития. Будем говорить об игре и о том, как этот процесс важен для любого человека. Я хочу сказать несколько слов, прежде чем мы начнем нашу непосредственную программу, о том, как родилась идея самого фестиваля «Люди как люди» и чему он был посвящен. Первый фестиваль «Люди как люди» проходил 4 года назад. Он был организован в роли «Контакт», роли помощи детям с аутизмом «Контакт», которая хотела в день информирования об аутизме собрать на одной площадке все те ресурсы, которые существуют тогда еще только в городе Москва, и показать весь этот спектр услуг, которые семьи, детей с особенностями могут получить уже сейчас, качественные сервисы, о том, какие существуют услуги, какие существуют не только образовательные организации, но и различные кружки, учреждения дополнительного образования, студии, театры, музеи. И постепенно этот фестиваль вырос до совершенно грандиозной площадки, которая два года подряд собирала огромную аудиторию в музее Царицыно. В позапрошлом году численность людей, которые посетила фестиваль, была 2,5 тысячи человек. В прошлом году фестиваль в музее Царицыно посетило 5 тысяч человек. И в прошлом году наш фестиваль стал уже межрегиональным. То есть по всей России были организованы площадки, похожие на то, как это было организовано в Царицыно, с теми инициативами, которые существуют в каждом регионе, с участием тех организаций, которые есть уже на местах, для того, чтобы продемонстрировать, какие возможности существуют в том или ином городе, в поселке, в населенном пункте. И всего у нас в прошлом году было организовано 106 региональных площадок фестиваля «Люди как люди». В этом году также велась регистрация на региональной площадке. И заявок было уже около 100, но, к сожалению, по понятным нам сегодня всем причинам, это в очном режиме не состоялось. И большинство из тех площадок, кто зарегистрировался, написали нам, что мероприятия будут перенесены. Так же, как и наше мероприятие, которое было уже подготовлено с огромной программой, с детскими творческими мастер-классами, с игровыми, с консультациями для родителей и специалистов. Это с концертной программой большой. Это мероприятие также пока заявлено как перенесенное на начало июня. И большинство регионов планируют сделать то же самое. Некоторые из них проводят мероприятия сейчас также в онлайн-режиме. Но мы надеемся на то, что очные площадки состоятся. Просто сроки у нас сдвигаются. И как только мы будем иметь информацию от регионов и вообще об окончании сложной эпидемической обстановки у нас здесь в Москве, мы объявим о том, когда же состоятся очные мероприятия. Поэтому готовьтесь к тому, что фестиваль «Люди как люди» в этом году будет просто в пролонгированном режиме. Мы начинаем с нашего онлайн-марафона и мы плавно перейдем к тому, что постепенно по всей стране пройдут мероприятия, которые проинформируют людей в каждом регионе о тех возможностях для детей, с аутизмом, для взрослых, которые уже существуют в регионе. И чтобы эта информация была доступна как можно большему количеству человек. Всем ли меня слышно? Еще раз хочу спросить. Если кому-то не слышно, пишите. Сегодняшний наш день построен таким образом, что те площадки, которые планировали провести мероприятие 2 апреля в Москве в очном формате, будут представлены сегодня в онлайн-формате. И в основном... С нами сегодня будут на связи музеи. У нас помимо музея Царицына предполагалась площадка в Дарвиновском музее, у нас предполагалась площадка в Москвариуме. Доброе утро всем! И также у нас предполагалась площадка в Батутном парке Небо. Представители всех этих учреждений выступят сегодня и расскажут о тех возможностях, которые новая ситуация нам предоставляет в сегодняшний день. И что мы можем сделать для детей с аутизмом вот в этом дистанционном режиме относительно социокультурной интеграции, относительно адаптированной физической культуры, каких-то еще других учреждений. И, возможно, этот опыт пригодится вам и другим регионам, которые захотят сделать подобные активности в дистанционном режиме, в каком-то заочном формате, какие-то онлайн-подключения из своих организаций не только в системе образования, которая сейчас целиком переведена на дистант, но и в системе учреждений доп. образования, в социокультурных организациях и во всех тех учреждениях, которые каким-либо образом причастны к помощи детям с аутизмом. Открывать этот марафон сегодня, посвященный дню распространения информации об аутизме по всему мире, будет представитель нашей главной площадки Государственного музея-заповедника Царицыно, который, если бы все было как раньше, вчера бы уже отгремел с огромной запланированной программой, но мы уверены, что у нас все получится провести еще в начале июня. Музей-заповедник Царицыно, так же, как и большинство других музеев, не прекращает свою работу. Он это делает сейчас в дистанционном режиме. Я хочу пригласить Юлию Сергееву подключиться к нам. Юля, вы нас слышите? Чтобы рассказать о тех возможностях, которые предоставляет сегодня музей-заповедник Царицыно и о системном подходе в организации среды для посетителей СРАС в музее, я надеюсь, мы сейчас услышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Слушайте, прекрасно, коллеги. Всем доброе утро. Слышно ли меня, видно ли? Да? Вас слышно хорошо. Хорошо, Юля. Я передаю вам слово. И мы начинаем. Отлично. Тогда я могу начинать. Буквально минута на всякие технические настройки. Пока загружается моя презентация, я рада приветствовать вас также на втором дне нашего онлайн в этом году фестиваля. Царицыно-фринкет важно поддерживать такие проекты. И действительно, в прежние два года мы являлись главной площадкой данного фестиваля. В прошлом году для этого фестиваля была собрана такая очень большая, значительная цифра по количеству посещений. Это было где-то около пяти тысяч человек. И я думаю, я думаю, что несмотря на то, что сейчас преподносит нам этот год, мы все равно с радостью встретимся и проведем все-таки этот фестиваль. Потому что программа действительно уже собрана. Она очень насыщенная. Она, как всегда, очень полезна. И поэтому, я думаю, все-таки мы его реализуем и нам. Но время покажет, когда это может все-таки состояться. Но сейчас я хочу построить свой разговор таким образом. Сначала я слышу, что у меня тихо, вижу, что у меня тихо слышно. Сейчас попробую куда-то настроить. Вот, коллеги, вот таким образом лучше? Я... Так, отлично. Прекрасно. Я рада. Так вот, я построю свое выступление таким образом. Сначала я расскажу про то, как мы вообще организуем работу в рамках нашего инклюзивного направления. И в том числе работу с людьми с аутизмом. И дальше расскажу вам про форматы, которые сейчас мы реализуем в рамках данного времени, в рамках данной обстановки, скажем так. Если кто-то не знает, музей-заповедник Царицыно, это дворцовый ансамбль, это оранжереи, пейзажный парк с прудами и павильонами, а также новые парковые зоны с цветониками. И у нас есть прекрасный, красивейший фонтан. Так как территория большая, у нас есть как территория парка, так и музея. Естественно, то, что мы реализуем у себя, конечно же, имеет разные направления. Как историческое, потому что мы дворец 18 века, так и экологическое. Также у нас большая коллекция декоративно-прикладного искусства. И в рамках этих основных направлений мы пытаемся развивать все наши программы, все наши мероприятия и спецпроекты. Если мы говорим про инклюзивную деятельность, то к ней мы подходим системно. И, естественно, мы в рамках этого направления пытаемся создать среду, в которой посетителю в первую очередь комфортно, где он чувствует себя в дружелюбной атмосфере и где он может стать полноправным членом. То есть для каждого мы пытаемся создать свой продукт, либо же сделать его таким образом, чтобы он был доступен абсолютно для всех. Под инклюзией я хочу отметить, мы понимаем не только пустителей с инвалидностью, а всех наших пустителей, для которых мы делаем что-либо. И кому нужны какие-то особые потребности для того, чтобы прийти в музей и поучаствовать в нашей программе. То есть это baby-аудитория, которую мы сейчас активно развиваем, это пустители старшего возраста и так далее и тому подобное. И в том числе пустители с инвалидностью. И сегодня я поговорю подробнее про пустители с аутизмом. Говоря про системный подход в организации среды для посетителей СРАС, хочется отметить, что мы идем постепенно и развиваем ее поэтапно. То есть первоначально мы пытаемся создавать комфортные условия в нашем музее, про это я поговорю подробнее. При этом, если мы абсолютно адаптируем наше все пространство и оно будет физически и, предположим, даже сенсорно доступно, мы не сможем гарантировать, скажем так, качество предоставляемых услуг, если мы не будем обучать наших сотрудников. Поэтому основную, такую большую для нас приоритетность еще имеет обучение сотрудников. Про это я тоже проговорю. Также мы, естественно, после создания комфортных условий, после обучения сотрудников, занимаемся адаптацией контента, который мы воспроизводим. И это не только экскурсии музейно-образовательной программы, потому что в первую очередь мы музей, да? Это разные спецпроекты, фестивали, концерты, лекции и так далее и тому подобное. Дальше в рамках этого направления мы реализуем наши выставочные проекты и проводим инклюзивные мероприятия. В том числе, одно из них это как раз-таки фестиваль «Люди как люди». Если мы говорим про доступную среду, естественно, все мы сейчас с вами живем в цифровом пространстве. Перед тем, как посетить какое-либо место, мы пытаемся, естественно, посмотреть про него заранее где-то в интернете, либо в других ресурсах. Поэтому на нашем сайте вы можете найти такой раздел, как «Доступный музей», где собрана полностью вся информация, связанная с посетителями с инвалидностью. То есть сейчас вы на презентации видите, что… Сейчас вы… Я, наверное, передам Жене, что вы хотели бы получить ссылку на всю программу, и она, наверное, ее сюда вам скидет. Так вот, на нашем сайте дана вся информация, скажем так, по разделам. То есть первоначально мы прописываем про пространство, что мы предоставляем для посетителей, где они могут проходить, каким услугами они могут воспользоваться и так далее и тому подобное. И потом уже по категориям инвалидности мы говорим про наши адаптированные программы. То есть у нас есть адаптированные, либо специально разработанные программы для незрячих и слабовидящих. Для глухих и слабослышащих мы проводим экскурсии на русском жестовом языке, а также с переводом на русский жестовый язык. Для маломобильных посетителей здесь нам больше повезло, потому что наш музей после реконструкции был открыт в 2007 году, и в связи с этим мы практически адаптированы для посетителей маломобильных. То есть у нас везде есть пандусы, у нас есть лифты, подъемники, если это необходимо. Естественно, это адаптировано, скажем так, не в рамках тех норм, которые есть у нас сейчас в 2020 году, потому что, видимо, на тот момент у строителей был свой взгляд на градусы пандусов и так далее и тому подобное. Но на данный момент мы работаем с тем, что имеем, и максимально пытаемся сделать нашу среду более доступной, комфортной, несмотря на это все. И также у нас есть информация для посетителей с особенностями ментального развития. Если вы зайдете сегодня на наш сайт, вы поймете, что нажимая на каждый раздел, вам сразу выпадают все программы, которые у нас адаптированы для той или иной аудитории. Это очень удобно, потому что вы сразу понимаете, что вам выбрать. Все программы даны с описанием, с возрастом, с количеством людей, с ценами, если вы не успели в рамках квоты. И также у нас в этом разделе даны социальные истории. Так как наша территория очень большая, у нас сделано слишком много социальных историй, потому что вход в музей-заповедник Царицыно можно осуществлять с очень многих КПП, но мы взяли для себя три ориентира основных. Это метро Орехово, метро Царицыно и вход из наземной парковки. И таким образом в наших социальных историях идет подробный маршрут, предположим, метро Орехово с фотографиями, как дойти до музея. И также есть социальная история внутри музея, где человеку объясняется, что его ждет, кто его встретит, каким образом, по какому маршруту ему действовать уже внутри. Если мы говорим дальше про доступную среду, то я, наверное, сделаю вот таким образом сейчас, быстро. У нас в 2018 году, если не ошибаюсь, мы провели сенсорный аудит нашего пространства, сенсорный аудит Большого дворца и Хлебного дома. То есть был проведен аудит сайта музея, в наших входных всех зонах, туалетах, гардеробах, лестниц, указатели, текстов и вообще действия сотрудников. И на основе этого аудита, если вы помните, 5 минут назад я вам рассказывала про то, что мы физически абсолютно доступны, и на основе нашего аудита выяснилось, что на самом деле все не так, как нам дулось, либо не так радостно, как мы, в принципе, всегда, наверное, хотели и представляли. Оказалось то, что, предположим, у нас очень громкая вентиляция. У нас на наших постоянных экспозициях, естественно, есть музейный свет, который выставляют наши дизайнеры выставок, да, и это то, на что мы абсолютно не можем влиять. То есть какие-то сенсорные, скажем так, внешние факторы, на которые, к сожалению, мы не можем влиять, так как от этого зависит жизнедеятельность нашего музея, потому что мы не можем выключить вентиляцию, потому что есть определенный режим, либо это закрытые пространства, где без вентиляции просто невозможно. Также, предположим, на третьем этаже у нас есть кафе, которое, естественно, воспроизводит определенный запах. И в связи с этим мы поняли, что у нас есть пространство, с которым нам нужно работать, и, естественно, нам нужно как-то его дорабатывать для того, чтобы нашим посетителям было комфортно в нашем музее. И, естественно, было меньше каких-то сенсорных перегрузок и вообще сенсорных факторов. Именно поэтому мы закупили сенсорные сумки. Под закупили я имею в виду, что мы сами их составили. То есть мы здесь видим, значит, нашу фирменную царицинскую сумку. И дальше купили противошелные наушники для того, чтобы они спасли человека, если это необходимо, от звука, постоянно работающей вентиляции. Солнцезащитные очки, которые могут снизить сенсорный фактор музейного света. И также какие-то игрушки для того, чтобы, в принципе, человек мог что-то держать в руках и как бы на это отвлекаться. Потому что все мы понимаем, что музей мы смотрим и ничего не трогаем, если это музейный предмет, если это не тактильная модель, естественно. И эту сенсорную сумку мы закупили в количестве, которое будет подходить на нашу группу максимальную. И, в принципе, сейчас мы ее выдаем нашим пустителям по необходимости. То есть человек, который понимает, что для того, чтобы чувствовать себя комфортно в месте с большим скоплением людей, возможно, с какими-то действительно сенсорными факторами, которые для него неприятны, может взять эту сенсорную сумку у наших дежурных администраторов, воспользоваться ей и потом вернуть ее обратно. И еще хочу отметить, что помимо противошумных наушников, здесь есть беруши, одноразовые беруши, лишь для того, чтобы мы понимаем, что, естественно, противомашумные наушники подходят абсолютно не для всех, так как они для, наверное, людей, которые впервые с ними сталкиваются, не очень комфортно, так как они немного давят. Но те, кто знает, что это такое, это спасение. Я обычно даже коллегам советую, если мы сидим в больших open space, где очень много людей, и если кому-то нужно тихо работать, я говорю, вам нужны противошумные наушники, потому что это действительно спасение, так как многие сомневаются и думают, что если человек будет в них на экскурсии, ребенок, то он не услышит экскурсовода. Это совсем не так, это все действует каким-то образом очень точно, то есть ты не слышишь внешних шумов, но слышишь человека, который тебе что-то говорит. Дальше, если мы говорим про доступную среду, в 2017 году мы сделали сенсорную комнату. Нам в этом плане повезло, потому что, мне кажется, мы на данный момент единственный музей в Москве, где она у нас работает постоянно, то есть она у нас всегда открыта для посетителей, и любой желающий, который понимает, что ему нужно уединиться в нашем большом музее, может туда отойти и передохнуть, если это необходимо выдохнуть. В этой сенсорной комнате, причем эта сенсорная комната находится у нас, скажем так, в середине нашего большого дворца, прямо в центре, в центре, вот так. И путь до нее будет всегда абсолютно непроблематичен, и все наши смотрители, которые дежурят в залах, они смогут человека направить, и он спокойно туда может пройти. То есть в этой сенсорной комнате у нас пуфы, мягкий пол, сухой бассейн, диван, то есть все необходимое для того, чтобы человек смог передохнуть и перезагрузиться, если почувствовал себя некомфортно у нас. Дальше. Что у нас есть еще, как бы, если мы берем именно целевую аудиторию, сейчас говорим, там, людей с аутизмом, да, мы предоставляем парковки для посетителей с инвалидностью на нашей территории. То есть здесь мы работаем, так как мы музей-заповедник, в принципе на территорию не могут заезжать машины. И когда к нам обращаются посетители с инвалидностью, специально для них мы выделили несколько мест на территории, то есть школьные группы, если вы приезжаете с классом, да, и ваши дети с инвалидностью, то вы заранее просто пишите заявку, и мы пропускаем ваш автобус до ближайшей точки захода в наш музей. И также с индивидуальными посетителями на территорию возможен проезд посетителей с инвалидностью первой или второй группы. Также в летний период у нас работают электромобили. То есть здесь есть два варианта. Либо вы можете заказать его себе и проехаться с экскурсией, с аудиоэкскурсией, которая будет включаться в определенном месте, да, либо же вы можете проехаться просто по нашему парку. Здесь можно уже заранее договариваться с нашими дежурными администраторами. Это сенсорный аудит, про который я вам уже рассказала. Он был реализован и проведен с помощью специалистов нашего солнечного мира. И буквально недавно мы провели подобный аудит в нашей новой экспозиции в детском музее, про который я вам чуть позже расскажу. Как я и говорила, несмотря на то, что как бы мы не адаптировали нашу среду, как бы мы не адаптировали наш контент, ничего не станет эффективным, если мы не будем про это все разговаривать с сотрудниками. Поэтому очень большое внимание мы уделяем обучению наших сотрудников по тому, как взаимодействовать с той или иной аудиторией, по тому, как правильно себя вести, как правильно говорить, какие действия совершать при какой-то конфликтной ситуации, либо же как проконсультировать человека и так далее и тому подобное. Тут мы работаем в двух направлениях, либо мы самостоятельно проводим подобные тренинги, их проводят люди, которые прошли определенное обучение, и при этом, когда мы самостоятельно проводим подобные тренинги, мы постоянно напоминаем, какие услуги мы оказываем посетителям той или иной аудитории, так как наш музей очень большой, и, естественно, есть определенная сменяемость персонала, особенно наемного персонала, таких как охрана, кафе и так далее и тому подобное, несмотря на то, что это первая линия. И первая линия обычно все-таки показывает музей, первая линия – это лицо музея. И поэтому мы минимально там от четырех раз в год проводим обучение внутреннее и также приглашаем по направлениям разным категориям разные фонды, организации, которые уже более точно, более узко рассказывают про ту или иную аудиторию. Таким образом, подобные тренинги у нас проводили фонд «Выход», Центр лечебной федологики, Федеральный ресурсный центр и другие фонды «Босковский», с которыми мы сотрудничали. После того, как мы адаптировали наше пространство, как мы обучили наших сотрудников, естественно, мы адаптируем наш контент для наших пустителей. И таким образом наши экскурсии и интерактивно-музейно-образовательные программы мы здесь работаем в двух направлениях. То есть, либо мы адаптируем уже имеющиеся программы, которые мы первоначально когда-то разрабатывали для всех наших пустителей, либо мы делаем уже, разрабатываем специализированные программы для там узкой какой-либо аудитории. И на данный момент у нас адаптировано и проводится для пустителей сразу около 20 музейно-образовательных программ. То есть, это интерактивные музейно-образовательные программы, которые в основном включают с собой экскурсию плюс какой-то мастер-класс. И также все обзорные экскурсии, которые проходят у нас на территории, адаптированы для данной аудитории. То есть, это обзорная экскурсия по территории, по нашему Большому Творцу, по нашему оранжерейному комплексу и так далее. Если мы говорим про выставочные проекты, одним из важных, я бы сказала, для нас стал выставочный проект «Люди должны быть разными». Люди должны быть разными. Это выставка, совместно реализованная с Центром Антоновым Прядом. То есть, на этой выставке были представлены работы наивистов из коллекции музея-заповедника Царицыно и работы как раз-таки студентов Центра «Антон тут рядом». И в чем, скажем так, наша гордость? Эта выставка у нас теперь путешествует по России, путешествует таким образом, что в 2008 году она была у нас открыта в Туле, и мы показали ее в Туле. При этом нужно понимать, что эту выставку мы не проводим просто так. Мы делаем очень большую параллельную программу. Когда она была первоначально открыта в Царицыно, мы делали очень много паблик-токов. Финальным мероприятием был спектакль «Особые люди» Тома Голомазова. В 2018 году в Туле была большая тоже параллельная программа. Мы приглашали разных наших партнеров из организации. Мы разговаривали про эту тему, про тему инклюзии, про тему искусства, про вообще, в принципе, людей с аутизмом. И в 2019 году у нас она была открыта в Перми, где, опять-таки, была сделана очень большая программа параллельная в содружестве с Роаконтакт, с другими нашими дружественными фондами. И второй очень такой важный для нас проект – это детский музей. Он у нас открылся в прошлом году. В чем его особенность и почему я рассказываю про него вам? Дело в том, что это детская экспозиция, которая абсолютно тактильна. И мы позиционируем ее таким образом, что на этой экспозиции можно все трогать. То есть обычно, когда наши дети идут в музей, мы говорим про то, что мы на экспонаты только смотрим, руками мы не трогаем, ведем себя тихо, смирно и аккуратно. Здесь же мы отталкиваемся концептуально от другого. То есть мы позволяем детям трогать, он абсолютно тактильный. Через игру они узнают информацию, но первоначально мы говорим про то, что эта экспозиция семейная. То есть приходя туда с ребенком, вы можете, конечно же, изучить материал, но совместно, потому что через игру с ребенком будет больше, мне кажется, уясняться информация, и это будет как раз-таки очень полезно и для вас, и для вашего ребенка. Дальше. Если мы говорим про наши спецпроекты, про какие-то наши мероприятия, которые мы реализуем с нашими дружественными фондами, то ежегодно мы с партнерами что-либо, либо разрабатываем какие-то программы, либо реализуем какой-то проект. Вот в прошлом году, предположим, у нас был проект с Центром лечебной педагогики, где мы в рамках, мы проводили сенсорный аудит детского музея, на основании которого в этом году мы его будем дорабатывать и видоизменять, докручивать. Мы разработали программу, мы провели несколько обучений сотрудников, и то есть это была такая комплексная работа в течение года. В этом году мы реализуем совместный проект с фондом «Искурство быть рядом». Этот проект по созданию на базе нашего оранжерейного комплекса клуба семейного садоводства и экокультуры «Планеты цветов». То есть этот клуб для нас в первую очередь направлен на социализацию детей с рас через участие их в инклюзивном клубе, где дети изучают ландшафтное искусство. То есть для клуба был разработан курс из 10 занятий. Группа состоит из подростков с рас и подростков нормотипичных. Таким образом мы сделали инклюзивную группу. В рамках этой группы ребята между собой взаимодействуют, коммуницируют и при этом изучают ландшафтное искусство. Мы надеемся, что для кого-то, возможно, это станет каким-то двигателем и, может быть, станет особым интересом. Потому что по итогу мы планируем, что по итогу прошествия курса из 10 занятий ребята создадут с помощью наших приглашенных архитекторов свои собственные мини-сады, которые будут представлены, мы надеемся, что когда это все закончится, на двух фестивалях в Москве. Первый фестиваль – это Moscow Flower Show, и второй фестиваль – Царицыно садов и парков. То есть так приурочены их занятия. Надеемся, мы быстро, как говорится, переживем этот непростой период и дальше будем работать с этим проектом. Если мы говорим... Наверное, сейчас я рассказала про то, как мы развиваемся, как мы развиваем это направление в наше, наверное, обычное время, когда мы все ходим на работу, когда мы встречаем наших посетителей. Но сейчас мы немножко перешли в другой формат и немного иначе работаем с посетителями через наши соцсети, через наш сайт и все наши информационные ресурсы. В связи с этим у нас запустился спецпроект, спецпроект под названием «Ключи Царицыно». При этом я, наверное, сейчас сделаю акцент все-таки на детях, но вдруг вам тоже будет самостоятельно интересно. Я быстро сделаю обзор того, что сейчас мы производим, и потом подробнее поговорим про детей, где можно поучаствовать с ними же. «Ключи Царицыно» подразделяется у нас на несколько разделов. То есть это хэштеги с определенными направлениями. То есть «Ключи Царицыно музей» – это обзорная экскурсия, которую мы сейчас выпускаем по нашему музею, по нашим выставкам временным, по выставкам, которые у нас уже прошли и вы не успели посетить. Дальше у нас есть такое направление, как разговор с директором, где наш директор музея-забоведника Царицыно берет интервью у директоров других музеев Москвы. Так уже было проведено интервью с директором Дарвиновского музея и с директором музея Тропинина. «Ключи Царицыно гость» – это про встречи, интересные встречи в нашей студии с кураторами, музыкантами, которые что-либо делали в Царицыно. «Ключи Царицыно дети» – это то, про что мы сейчас подробно поговорим с вами. Дальше музыка – это как раз-таки наши концерты, которые мы проводим. То есть музыканты приезжали, я надеюсь, будут приезжать в Царицыно для того, чтобы записывать свои камерные концерты, чтобы вы смогли посмотреть их сейчас из своего дома. Спорт. Так как у нас большая территория, у нас сейчас активно развивается эта тема. Опять-таки, если мы говорим про адаптированность, то у нас есть уже, мне кажется, одна, есть несколько детских площадок уже на территории, и недавно открывшиеся наши спортивные площадки, также адаптированные для пустителей с инвалидностью. А сейчас же мы находимся тоже в разработке одной из таких, но пока мы про это подробно не будем говорить, и, наверное, скажем уже что-то финальное, когда у нас она реализуется. Вот. И в рамках направления «Включить Царицыно спорт» мы выкладываем, скажем так, фитнес-тренировки, которые можно спокойно провести в своей квартире, и зарядиться, скажем так, зарядом с утра, либо в удобное для вас время. И «Включить Царицыно оранжереи» – это направление, где мы выкладываем все наши программы, которые у нас проводятся в оранжереи, то есть как обзорные экскурсии, так и программы, на которые когда-то, возможно, вы посещали ваши дети, либо же вы самостоятельно, либо вы платили, но успели. И теперь есть такая возможность. Юля, я прошу прощения, две минуты. Прекрасно. Вот как раз так и скажу. Смотрите, про музея я сказала. Это онлайн-экскурсии, обзорные, которые вы можете посмотреть у нас уже на сайте. Вся информация также продублирована у нас на YouTube-канале. Если мы говорим про оранжереи, здесь у нас выложены уже наши обзорные экскурсии, и постепенно выкладываются наши программы, которые мы проводим для детей и взрослых. И вот «Включить Царицыно дети». Тут я прошу обратить ваше внимание, потому что все дети у нас все равно так или иначе сейчас сидят дома. И в связи с этим у нас есть прям целое направление «Детская Царицыно». Вы можете найти его как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. В Инстаграме сейчас ведется активная деятельность. Это все, естественно, дублируется в Фейсбук, но в Инстаграме просто, мне кажется, чуть-чуть удобнее. Так вот, в рамках этого направления у нас запущен сейчас марафон «Вспомнить все», где через день для детей выкладываются определенные задания, которые дети должны выполнять дома и выкладывать также в социальные сети для отчета. Естественно, это все подкреплено занять какими-то заданиями, каким-то интерактивом. Поэтому это определенный квест от музея-заповедника Царицыно, который дети сейчас могут реализовать из дома. Его можно найти по хэштегу «Вспомнить все». Дальше. Книга Царицыно. На данный момент мы постепенно выкладываем главы из книги, которые читают наши сотрудники. Поэтому вместо прочтения, возможно, книг на ночь вы можете открыть YouTube-канал Царицыно, либо найти в Инстаграме «Книга Царицыно» по хэштегу. И там будут главы книги детской, которые зачитывают сотрудники нашего музея. Дальше хэштег «Как это по-английски?». То есть с детьми читается, это наш педагог, который зачитывает тоже детскую книгу именно на английском языке. Тут вы должны понимать уровень английского вашего ребенка и уже для себя принимаете, «Подходит это вам или нет». Мульт Царицыно. Сейчас мы постепенно начали выкладывать наши мультфильмы, которые у нас есть в детском музее. Это мультфильмы, связанные с историей Царицыно, поэтому тоже такая очень интересная рубрика. И также параллельно у нас постепенно выкладывается виртуальная музыкальная экскурсия по нашей, наверное, главной сейчас детской выставке, одной из «Зачем ребенку медведь?». Это фольклорная выставка. И тоже обратите внимание, вы также можете познакомить ее с детьми, и потом уже, когда мы для вас откроемся, прийти и посмотреть самостоятельно. В рамках онлайн-направления вы можете смотреть за нашим YouTube, где как раз-таки это все выкладывается по направлениям, где выкладываются сейчас все онлайн-материалы. Так что мы вас ждем. И если мы говорим про инклюзивное направление, отходя уже от онлайн нашей работы, мы сотрудничаем со многими фондами, как московскими, так и региональными. И, наверное, такая результативность нашей реализации нашего инклюзивного направления в нашем музее все-таки происходит благодаря партнерам, потому что все продукты, которые мы делаем, мы, естественно, пытаемся консультироваться и пытаемся согласовывать с нашими партнерами для того, чтобы делать качественный контент для наших посетителей. Коллеги, я была рада вас всех видеть сегодня. Вам желаю продуктивного дня. Продуктивного и содержательного самое глав. Я думаю и надеюсь, что мы с вами... Юлия, вопрос здесь поступил в нападке вопросов. Проекты включи все бесплатно? Да, включи все бесплатно абсолютно, вы заходите на сайт Царицына. Это прямо сейчас самая первая вкладка на нашем сайте, и там прямо по направлениям выкладываются все материалы. Так что можно посмотреть. Юлия, если будет у вас возможность сейчас еще задержаться в чате, после того, как вы закончите, очень интересно, вот эти ссылки, было бы хорошо, если вы бросите в чат, чтобы люди уже непосредственно могли по ним пройти и воспользоваться вашими онлайн-программами. И я думаю, что будет очень интересно, если ваши оффлайн-проекты, которые действительно совершенно замечательные, действительно Царицына ведет системную работу, уже многолетнюю, и программ очень много, и не все знают о разделе «Инклюзивный музей», который есть на сайте. Если вы бросите ссылку также на него, когда это время пройдет, и у вас будет новый приток посетителей, благодаря нашему фестивалю мы будем очень рады. И мы рады, что площадка наша главная Царицына сегодня с нами. Мы надеемся, что буквально через два месяца, когда все карантинные мероприятия пройдут, мы все вместе увидимся уже в очном режиме в Государственном музее-заповеднике. Огромный привет Елизавете Борисовне, директору Государственного музея-заповедника, которая как раз и была инициатором проведения три года назад уже фестиваля «Люди как люди» на этой площадке Царицына, которую мы все уже полюбили, знаем. И очень надеемся на то, что мы там все встретимся уже не в онлайн-эфире, а непосредственно друг с другом лично. Если у кого-то есть еще вопросы к Юле, вы можете их задавать. Юль, спасибо, вы можете остаться поотвечать на вопросы, если у вас есть время послушать социальных спикеров. Спасибо большое. Юля, куратор инклюзивных программ, так что непосредственно она как раз ведет большую часть работы, о которой она сегодня рассказала. Теперь вы знаете, кому она будет в Поведнике Царицына. Что касается инклюзивных программ в музеях, может быть, не все наши слушатели сегодня знают, и мы будем рады, если для кого-то сегодня будет много новой информации, потому что сегодня у нас будут выступать именно представители музеев, которые расскажут о том, какие проекты есть у них. И я хочу сказать, что музеи на сегодняшний день являются во многом флагманами инклюзией людей с аутиизмом и другими ментальными особенностями в нашей стране, потому что количество музеев, предлагающих уже такие программы в постоянном режиме, они уклонно растет. Уже только в Москве более 30 музеев, которые постоянно делают мероприятия, проводят занятия обучающие, проводят экскурсии для людей с особенностями. Ученики нашей школы регулярно бывают на таких экскурсиях. Если вы пока еще не знакомы с этой работой, не знаете о том, что очень многие музеи могут посетить, дети с аутизмом, взрослые с аутизмом, есть специальные программы, я надеюсь, после сегодняшнего эфира вы ознакомитесь с этой информацией более подробно и узнаете о том, какие проекты существуют не только в Москве, но и в других городах, потому что инклюзивное музейное движение, оно ширится, и очень многие музеи с каждым годом присоединяются к нему. Во многом это происходит благодаря усилиям Международного совета музеев, его российского комитета, представитель которого сейчас будет...